Сказать правду может только тот, кто выжил и пропустил войну через себя. Эту фразу во время своего интервью Эдуард Димовец произнес со слезами на глазах. С меткой «особо опасен для Рейха» он прошел через все ужасы войны. Пытки, издевательства и своеобразную агонию фашизма. Марш смерти. В канон Великой Победы Эдуард Михайлович посетил национальный мемориал концлагеря Заксенхаузен, который в годы войны славился изощренной системой пыток, которые использовали нацисты. За малейшую провинность людей жестоко избивали, подвешивали на цепях и веревках. Загоняли иголки под ногти. На узниках проводили медицинские эксперименты. Испытывали новые виды ядов, делали операции без наркоза. Через одну из них прошел и наш герой. Апогеем фашистских бесчин стал марш смерти. Массовое уничтожение узников, которых гнали в сторону Балтийского моря с одной целью – погрузить на баржи и утопить. В течение многих дней ни пищи, ни воды, лая собак и по дороге одни расстрелы. Мы потеряли по дороге где-то 8 тысяч человек из этих сорока. Это, считайте, каждый пятый почти был расстреллен. Нельзя было нагнуться, ботинок поправить или подать руку, поднять товарища. Упал все, значит, разрывная пуля в затылок. Подоспевшие вовремя советские войска освободили выживших. Вместе с другими узниками от неминуемой гибели был спасен и Эдуард Димовец. Сегодня, вспоминая недавнюю встречу со своими товарищами, прошедшими через Заксенхаузен, ветеран Великой Отечественной с сожалением говорит о том, что это был последний раз, когда он видел тех, кто вместе с ним прошел все ужасы концлагеря. Многим из них перевалило за 90. Вернувшись из Германии, после посещения национального мемориала, бывший узник за три ночи написал поэму, в которой описал основные события девятидневного марша смерти. События, которые преследуют во сне и не дают покоя вот уже 70 лет. Вот эти вот воспоминания, нахлынули, очень страшные, сны не давали. Понимаете, ночью просто спать было невозможно. Я даже никогда не брался за перо. Это, можно сказать, это каким-то образом просто спонтанно. По инициативе нашей первичной организации, Московская районная организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь» издала эту поэму к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Это первая из презентаций в этом цикле ознакомления жителей Бреста и Брещины с этим литературным произведением. Ну и, конечно, с тем подвигом, по-другому не назовешь, которому причастен Эдуард Михайлович Зимовец. В рамках презентации поэмы «Марш смерти» первокурсники БРГТУ посетили братскую могилу на Ковельском шоссе. В ходе экскурсии студенты возложили цветы к месту захоронения более чем в двух с половиной тысяч останках советских солдат, погибших в лагере госпиталя «Ревьер».